Хабирова Хабирова вчера на оперативном совещании не было. Естественно, на это нельзя было не обратить внимание. И на фоне того, что стало известно о том, что мэр Уфы Мавлиев остановиться с празднования своего дня рождения не смог и отправился в отпуск в Турцию, пошли разговоры о том, что не поехал ли с ним и Хабиров. Нет, не поехал. Хабиров просто взял и остался в Узбекистане. Все вернулись, а он остался. Заглянул в свой ежедневник, посмотрел, говорит, да мне, говорит, там в Башкирии все в порядке, проблем никаких нет. А здесь Бухара, Самарканд. В общем, остался он оценивать туристический потенциал Бухары и Самарканда, как он сам сказал. Ездит по полям, трет в руках хлопок, как ребенок радуется этому чуду. Ну, действительно, бывает так. Я тоже, когда первый раз хлопок увидел, пришел в дикий восторг. Правда, вот мне интересно, возвращаться он оттуда будет за свой счет? Там он прибывает за свой счет или все-таки за наш бюджетный? Это нам неизвестно. В общем, четыре дня. Республика Башкортостан будет дышать чуть-чуть свободнее, чем обычно. Глава региона остался за границей. Вел оперативное совещание Назаров. Рядом с ним присутствовал Толкачев. В качестве все той же живой мумии он делал страшное лицо, ковырялся в телефоне, трогал ручку, бутылку, стакан, но не произнес ни слова. Во вступительном слове Назаров упомянул итоги их поездки в Узбекистан, из которой все вернулись, кроме Хабирова. Андрей Геннадьевич рассказал нам о том, что у него произошла некая встреча с мэром Ташкента, и они договорились о проведении Дней Ташкента в Уфе в октябре 22-го года. Однако, помнится мне, об этом уже шла речь месяца полтора назад, что тоже такая договоренность была. Также с мэром Ташкента, которого Назаров охарактеризовал как человека сугубо делового, договорились об обмене бизнес-миссиями. Узбеки уже в Башкирии интенсивно строят газовые заправки, строят завод по изготовлению газовых емкостей высокого давления, занимаются лесопереработкой. В общем, узбеки оказались на редкость предприимчивыми людьми и, видимо, очень комфортными партнерами и компаньонами. Назаров не нарадуется. Далее, в своем вступительном слове Назаров напомнил Морзаеву достаточно тревожно о том, что 24 августа в Уфу неожиданно приедет аж целый заместитель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, господин Стасишин Никита Евгеньевич. И, несомненно, приедет он с целью выяснить, почему же сорваны сроки строительства 24 социальных объектов, в которых есть существенная доля федерального финансирования. Ощущается, что тема эта дико беспокоит башкирские власти и они с опаской ждут приезда заместителя министра строительства и ЖКХ России. Суть по всему, разговор пойдет нелицеприятный. Далее Назаров распорядился доложить ему о положении в соцсетях. Вот примерно так он и сказал, что а ну-ка расскажите-ка нам, что там в соцсетях. Кстати говоря, это абсолютно точная формулировка того, чем занимается Прочаковская и вся ее многочисленная команда, которая, собственно, за наш бюджетный счет кормится там в этом ЦУРе. В этот раз Прочаковской не было, не знаю, может она тоже осталась в Ташкенте, может просто ее решили не допускать до выступлений. Докладывал ее заместитель Дмитрий Анатольевич Черенков, тот самый, который впервые выступая вместо Прочаковской, страшно вращал глазами. В этот раз я отмечу, что Дима вполне себе научился уже выступать на публике, перестал гримасничать, перестал выкатывать белки, в общем, стал выглядеть вполне себе ничего. При этом Черенков в своем вступлении к докладу отметил, что несмотря на то, что граждане активно отказываются от общения с башкирскими властями, и количество обращений неуклонно снижается, он, Дмитрий Черенков, не сидит сложа руки. Это дословно. Что конкретно делает своими шлавливыми ручонками Дима Черенков за наши бюджетные деньги, можно только догадываться, но, честно говоря, не хотелось бы делать предположения, узнаем доподлинно. Далее Черенков огласил нам список тех вопросов, которые, как он считает, или там вся вот эта вот Цуровская команда считает, что эти вопросы наиболее беспокоят граждан Республики Башкортостан. Список, собственно, банальный, я его быстренько зачитаю. Это дороги, благоустройство, ЖКХ, общественный транспорт, медицина, социальное обслуживание, образование, мусор, экология и строительство. Ну, собственно, все как обычно. Черенков отметил, что запросы по поводу образования резко подросли, но это объяснимо, потому что на носу учебный год. Главной же проблемой жителей Республики Башкортостан Дмитрий Черенков выделил то, что в песочницах на детских площадках нет песка. Вот это главная проблема жителей Республики Башкортостан. По мнению тех людей, которые в большом количестве получают бюджетную зарплату, сидят у нас на шее и делают вот такие вот анализы. Дальше Дима Черенков долго и нудно рассказывал о том, как, не жалея живота своего, власти Башкортостана заботятся о жителях. Приводил яркие примеры, рассказывал, как самоотверженно власти насыпают песок в пустые песочницы и, в общем, как бы решают главную проблему жителей. Как один из ярких примеров неимоверной заботы, Черенков привел историю о том, как в деревне Тавтиманово власти самоотверженно поменяли покосившийся деревянный столб на точно такой же деревянный столб, но стоящий вертикально. Ну, тут, конечно, пора было расплакаться, но, собственно, на этом доклад и закончился. Неожиданно, в самом конце доклада Черенкова в эфир встрял федеральный инспектор по республике Башкортостан, бывший прокурор Алексей Касьянов. Он вдруг начал говорить, грозно, грозно так говорить, о недопустимости неввода 1 сентября ремонтируемых школ. Потом мы поймем, почему Касьянов вдруг об этом заговорил, но в этот момент это было очень странно. Видимо, Касьянов знал режиссуру всего этого совещания и решил подстелить, как говорится, соломку в стиле «я же вам говорил». Ну, в общем, строго заявил о том, что недопустимо сорвать сроки ввода школ и тра-та-та, и так далее, и так далее. Но в тот момент, когда он это говорил, это было очень непонятно. Далее совещание худо-бедно вошло в такой классический ритм, стало обычным и привычным, и поговорили о ситуации с COVID-19. Доложил в этот раз министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Он сообщил о том, что заболевших за неделю последнюю было свыше 200 человек, а точнее 254. Коэффициент распространения COVID-19, в больницах на данный момент 166 человек. И что самое страшное нам поведал господин Рахматуллин, это то, что за неделю рост заболеваемости составил плюс 46%. Это очень много. Предвещая доклад Рахматуллина, Назаров сказал, что, цитирую, Уже хотелось бы этот вопрос из повестки убрать, но не тут-то было. Проблема ухудшается. Конец цитаты. Судя по всему, да. Судя по всему, COVID к нам возвращается. Сейчас еще школьники пойдут в школу, обменяются всеми мыслимыми и немыслимыми бактериями и заболеваниями, разнесут это по домам. То есть вспышка нам точно гарантирована. На данный момент в Российской Федерации уровень и темп заболеваемости такие же, как были в марте 2022 года. То есть это достаточно высокий темп. Более 40 тысяч человек в день заболевает COVID-19. В общем, хотим мы этого или не хотим, но вспышка COVID-19 в сентябре, октябре, ноябре нам гарантирована. Как с ней будут справляться власти, мы, конечно, увидим это все на практике, но определенный навык уже появился. Выслушав Рахматуллина, Назаров призвал всех к ревакцинации, а чиновников призвал еще и к тому, чтобы они публично своим примером и своим телом показывали ее необходимость. Отдельно Андрей Геннадьевич остановился на том, что некоторые личности увиливают от ревакцинации, прикрываясь якобы высокими уровнями антител. Ну, очевидно, в число этих личностей входит и ради хабиров. У меня запредельное количество антител. В общем, Назаров призвал такой фигней не заниматься, не хвастаться высоким титром антител, а заниматься ревакцинацией и популяризацией этой процедуры. Доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах и ЧС начала делать Ирина Александровна Голованова. Ну, там, шесть аварий у нее, более восьми часов, все, кстати говоря, в Уфе. Совершенно непонятно, зачем-то Ирина Голованова каждый раз нам сообщает о том, что три тысячи дворников неуклонно убираются во дворах республики Башкортостан. Ну, это даже не по одному дворнику на двор и даже не по два двора на одного дворника. Дворников катастрофически не хватает. Техники вот этой, малой техники, у них катастрофически не хватает. Зимой там на сто дворов один маленький, который убирает трактор снег, но он один. И, в общем, конечно, тут хвастаться нечем. Лучше бы Ирина Голованова увеличила бюджет и нанимала новых дворников. Однако это не очень интересно, видимо, команде Хэ, потому что Голованова с гордостью доложила о том, что так любимая вот этой самой командой благоустройство получит еще 300 миллионов рублей для распила, в том числе для города Ишимбай, в котором, как образно выразился сам Хабиров, после начала благоустройства весь центр перекопан. Накинут еще 300 миллионов, но вот это вот все благолепие, которое они называют благоустройством. В общем, по-моему, этот каток уже не остановить, а дворников больше у нас не станет. Господин Булышев в привычной для него заунывной манере сообщил о том, что ДТП случилось у него на минувшей неделе 81, пострадало в нем 91 человек, погибло 13. Кстати говоря, на предыдущей неделе погибло 11, пошли в гору. 227 задержанных пьяных водителей, обычная цифра никак не уменьшается, и 8768 пьяных водителей, это итог по 2022 году. В общем, цифры так и остаются катастрофическими, не дай бог случится какое-то крупное ДТП с погибшими, и статистика опять пойдет криво вверх, потому что она все время балансирует на грани минимальных цифр. В общем, тут ничего сделать не могут, опять начинают заниматься камерами. То есть, конечно, тут, по-моему, ребята неисправимы абсолютно, они абсолютно уверены, что камеры видеонаблюдения спасут людей от смерти в ДТП. Кратко опросили господина Фазрахманова, как дела у него в сельском хозяйстве. Ильшат Ильдусович сообщил, что дела идут просто великолепно. Скошено 42% зерновых, 40% уже обмолочено. Уже на данный момент добыто 2 миллиона 104 тысячи тонн зерновых. Это столько же уже, сколько в прошлом году, а еще больше половины посевов предстоит собрать. Уже заготовлено 82% от плана по кормам для крупнорогатого скота. В общем, тишь да гладь божья благодать. Судя по всему, в целом сельское хозяйство Республики Башкортостан вернулось к уровню 2020 года и уверенно смотрит в будущее глазами Ильшата Фазрахманова. Так что, в принципе, тут действительно нам беспокоиться не о чем. Без гречки мы в этом году не останемся. Далее перешли к основному вопросу оперативного совещания. Вообще, это оперативное совещание было посвящено школам и их готовности к учебному году 1 сентября. Но прежде чем я перейду к этому докладу, он был очень большим, он был двойным и действительно очень важным. Тут мы очень много интересного узнали. Я бы хотел показать одно видео, которое буквально вчера вечером, уже после оперативки, мне прислали жители Кузнецовского затона. Они как бы хаотично внезапно собрались на какой-то площадке в Кузнецовском затоне и записали такое весьма сумбурное, но очень отчаянное послание радио Хабирову прямо туда, в Узбекистан, в котором они сообщают, что у них нет школы в Кузнецовском затоне, им не на чем возить детей в эту школу. Там дали какие-то 4 автобуса, которые возят только младшие классы, остальные дети зимой ездят по часу и больше в дальние школы, болеют и так далее. В общем, совершенно аховая ситуация в этом новом микрорайоне. Вот один из примеров того, что у Ради Фаридовича, видимо, в ежедневнике не все записано, не все проблемы ему доносят Прочаковская и Черенков через свой ЦУР. Вот об этой проблеме Ради Фаридович не знал и остался благостно отдыхать в Узбекистане, а на самом деле должен здесь работать и пахать, как раб на галерах. С просьбой, даже с требованием построить нам школу, в конце концов. Ни ребенок не попал в садик, ни первник, которому 7 лет, которому 6 лет не попал в садик. Садик до сих пор не достроен. Теперь мы столкнулись с проблемой, мы не можем попасть в школу. Следующий. Сроки сдвинуть. Первый, когда мы покупали квартиры, говорит, в 2020 году. Это было в 2018 году и заключало договор. Потом нам сказали в 2023. Ладно, мы терпим. Теперь пришли сроки в 2025. И только говорят, что ориентировочно. Мы хотим, чтобы это дело взяли под особый контроль. Мы очень сильно нуждаемся в постройке школы. Наши дети каждое утро ездят на маршрутках, мерзнут, особенно зимний, весенний, зимний период. Тратят на дорогу целый час. Потом мы болеем, не ходим. О каком образовании вообще может речь? Наши дети обязаны и должны ходить пешком. Дети – это наше будущее. Ну что это такое? Сколько можно издеваться над нами? Здесь такой большой микрорайон. А со школами проблема просто. В школу не попасть. Не попасть дальше. В 160-й лицей. Там 8 классов. По 40 человек. 19-я школа переполнена. 18-я школа переполнена. 160-я школа мне отказывает директор убирать второго ребенка, потому что по закону обязан своих брать. Она говорит, мы не можем. У нас дети по 40 человек в классе. Министерство образования уже дашь, результата ноль. Обещал контролировать этот район. Но пускай проконтролирует приведение строительства школы. И останется это не только в основном. Чтобы в конце концов дети пошли хотя бы, ну не в этом, но в ближайшее время пошли они в школу. Три года – это очень много. Приезжали сюда, обещали. Это очень много. У нас на самом деле жителей здесь огромное количество. Мы обращаемся к главе республики, потому что мы требуем, чтобы наши дети ходили в школу, которая находится рядом с нашим местом жительства. Мы устали от обещаний, от обещаний главы республики, от обещаний министерства образования. Никто не хочет брать ответственность на себя за этот вопрос. А в итоге страдают наши дети. Почему в нашей республике на проведение различных концертов, ворфскиллсов, местных мероприятий с международным участием на это находятся просто миллиарды денег? А для того, чтобы построить школу нашим детям, на это, как всегда, средств не хватает. Это совершенно неправильно. И очень жаль, что нам, родителям, не на что законодательно опереться, не на что законодательно опереться, чтобы, например, в определенный срок в новых домах должна быть построена школа. Такого законодательства у нас, в принципе, отсутствует. Поэтому мы требуем, да, мы собираемся, мы имеем на это право и говорим о том, что нашим детям нужно учиться. У наших детей должно быть нормальное образование. А не то, что ездить за 3-9 земель в 3 дорога, да, на такси, часы и пилет. Понимаете? Вы говорите о будущем, о том, что дети – это важно. Так сделайте нормальную шагу. Школу! 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 Возвращаемся к докладу министра образования, господина Хажина. Вначале, как обычно, он нам очертил масштабы своей работы, сообщил о том, что 509 тысяч школьников в этом году пойдут в школу, из них 55 тысяч – это первоклассники, и 56 детей Донбасса, обязательно добавил Хажин, но, как говорится, следуя мейнстриму. Тут же Хажин сказал прямо с хода в карьер, что 11 школ в республике Башкортостан находятся в зоне риска по поводу срыва сроков капитального ремонта и прочего ремонта, то есть они рискуют не открыться 1 сентября. Это то самое, о чем говорил Касьянов, вот тогда, в самом начале оперативки, выскочив без приглашения на сцену. Особенно шесть школ вызывают какие-то совсем уже капитальные опасения. Хажин просит надавить на муниципалитеты, слагая тем самым себя ответственность за ремонт этих школ, что, как минимум странно, прямо в прямом эфире попросил Назарова, давайте-ка на них надавим, а то они меня не слушаются. Но при этом Хажин не может уже остановиться, видимо, в освоении денег, и тут же почему-то добавил, что он готовит следующую заявку на получение еще 9 миллиардов рублей на капитальный ремонт школ. Вот подобная непосредственность, конечно, меня восхищает. Он сам говорит, что он не может освоить средства, то есть там абсолютный бардак, мы сейчас об этом поговорим, значит, с этими контрактами, их исполнением и контролем ведомства. При этом Хажин говорит, а дайте еще мне 9 миллиардов, а то мне мало. В общем, конечно, тут осталось развести руками. Но отдаем должное господину Назарову, он не стал кивать головой, грозить кулаком, там шуметь и возлагать ответственность. Ну, как обычно это делает Радий Фаритович, Назаров пошел конкретно по объектам. И вот тут было довольно интересно. То есть он потребовал, чтобы ему вывели на экран вот этого замечательного ЦУРа всех глав районов, в которых есть вот эти школы, в которых произошел срыв сроков сдачи работы. Начали с Кушнаренковского района. Глава Кушнаренковского района заявил, что школа готова на 50%, просит дать срок до 15 сентября, и тогда он обещает все это сделать. Ну, вот простая арифметика говорит, что если за три месяца они сделали 50%, ну, как они за 25 дней сделают оставшиеся 50%? Ну, тут уже либо во вред качеству, либо они что-то там вычеркнут, либо что-то не доделают, либо, я не знаю, либо просто не сделают. Ну, вот, честно говоря, главе Кушнаренковского района не поверилось. Дальше пошел Мечетлинский район. Там аж две такие вот несчастные школы. Одна из них готова на 70%, другая на 93%. Глава просит срок до 10 сентября продлить ему. Ну, вывод примерно тот же. Краснокамский глава, который шел третьим в этом скорбном списке, конечно, оказался виртуозом ухода от ответов. Включив страшный акцент, он изложил что-то такое, вот какую-то кашу слов, да, этот вот глава там Мусина, Рустам Маратович, вот он вот такую нам выдал словесную кашу. Школа готова, но не готова. Но готова, но четыре человека на объекте, она не готова. Или доделаем, или расторгнем контракт. Ситуация такая, закончил глава. Сама школа готова, и с 1 сентября все будут обучаться. Этих детей, которые с трех деревень мы возили на интернат, мы их будем пока возить, автобусы организованы будут. А с подрядчиками, ну, каждую неделю разговариваем, какой-то уверенности, что он доделает, нет, там у нас осталось водоподведение, водоотведение и отопление. Вот, ну, у нас сегодня работа на объекте 4 человека, я утром уточнял. Вот сегодня вечером мы еще раз собираемся, и будем уже решать вопрос совместно. Ну, или доделаем какие-то договариваемся, или расторгаем договор. Потому что, ну, все лето кормили обещаниями, это гармония L. Он нормально, работу он организовать не мог, он даже на получение денег нормально документы довести не может. Мы хотим оплатить, мы даже этого не можем делать. Но сам он все время говорит, что у него денег нет. Ну, тут, конечно, впору было за голову схватиться, но, собственно, наверное, это и сделал мысленно господин Назаров. Следующим шел Аургазинский район. Там ремонт школы также провален, но детей переводят в интернат, и ремонт школы обещают сделать к началу октября. Вот вдумайтесь, да, насколько они сорвали эти сроки. Аургазинский район. Белокатайский район замыкал вот эту вот цепочку районов бедолаг. Школа, которая там ремонтируется, готова на 70%. Стереотипная просьба продлить срок до 15 сентября. Вот надо бы, конечно, как-то объективно их контролировать, но, понимаете, контролеров нет. Министерство образования в лице вот этого Хажина, я так понимаю, вообще ничего не делает. То есть он все валит на эти муниципалитеты, он говорит, что это не я заключал контракты и прочее. Тогда не осваивай деньги, не пропускай их через свое министерство. Пускай они напрямую идут в школы прямо от федералов, и там их, значит, ФСБ, КГБ, Следственный комитет и Народный контроль будут проверять. Ну, Хажин же пропускает через себя эти деньги. Ну, сами понимаете, что в России значит пропускать через себя деньги. Немножко в узкой трубе застревает. В общем, на всех объектах, которые попали в эту ситуацию, картина примерно одинаковая. Главы районов все лето активно забивали на то, чтобы хоть как-нибудь взглянуть на ремонт этих школ, а дальше в последнюю неделю перед тем, как идти детям в школу, вдруг вспомнили, что значит вот у них вот такое вот горе-беда. Ну, забегали, закудахтали, замахали крыльями. Ну, собственно, а что? Вот это четкая иллюстрация того, как работает управленческая команда господина Хабирова. То есть всех этих глав назначал лично глава региона. Примечательно, что господин Хажин ни словом не обмолвался во всем этом своем длинном докладе о судьбе школ в Старом Сибае и в Инорсе. Но мы-то помним, что Хабиров во всеуслышание совсем недавно обещал уволить Хажина и Егора Родина, если 1 сентября 2022 года школа в Старом Сибае не начнет работу. То есть это была, ну, я так полагаю, предпоследняя оперативка для господина Хажина. На последней оперативке он сам должен, видимо, сложить полномочия, либо Хабиров его объявит уволенным, потому что школа в Старом Сибае работать не будет. Это уже гарантировано на 1 сентября. Она и 15 и 20 сентября работать не будет. В противном случае, если Хабиров своего слова не сдержит и не уволит Хажина и Родина по неготовности школы в Старом Сибае, ну, тогда мы будем вынуждены заказать ему футболочку с надписью «Балабол». Ну, как мы и обещали. А мы, правда, можем это сделать. Далее. Назаров попросил министра транспорта и дорожного строительства Булушева Александра Владимировича доложить о мерах по обеспечению безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений. Придворяя этот доклад, Назаров сказал, что ситуацию с безопасностью дорожного движения переломить не получилось, и статистика прошлого года очень печальна. За 2021 год в ДТП пострадало 462 ребенка, погибло 16, ранено 519. В том числе на пешеходных переходах ДТП с детьми случились 65 раз. В общем, Булушева призвали к ответу и попросили доложить, как же там дела в этот раз. Господин Булушев четко и без проблем доложил, что разметка пешеходных переходов, знаки «Осторожно, дети», знаки «Школа», освещение проезжей части, искусственные неровности устроены более чем в 93% школ Республики Башкортостан. Тут просто Назаров должен вскочить, выдернуть из кармана орден Салавата и Улаева и влепить его прямо на лоб господину Булушеву, но Назаров, судя по всему, не поверил Булушеву и попросил дать оценку безопасности дорожного движения в районе образовательных учреждений профильное ведомство, а именно ГИБДД Республики Башкортостан. Дело в том, что сотрудники ГИБДД входят в состав комиссии, которые обследуют школы и общеобразовательные учреждения и дают разрешение на их работу именно в контексте безопасности дорожного движения на прилегающих участках. В общем, слово дали полковнику Севастьянову, возглавляющему ГИБДД Республики Башкортостан. Владимир Александрович оказался настоящим полковником и сделал доклад, который не просто подвергал сомнению, а просто полностью уничтожал все, что сказал господин Булушев. В частности, господин Севастьянов сообщил нам, что из 3443 общеобразовательных учреждений, это не только школы, но еще и СУЗы и детские сады, было обследовано только 86%. Недостатки содержания уличной дорожной сети у этих общеобразовательных учреждений выявлены, внимание, в 781 случае. То есть 781 общеобразовательное учреждение не соответствует федеральным нормам безопасности. В частности, проблема обустройства пешеходных переходов – 525 школ и СУЗов. Отсутствие ограждений – 397 школ и СУЗов. Отсутствие освещения – 198 школ и СУЗов. Отсутствие знаков – 136 школ. Отсутствие искусственных неровностей – 68 школ. По словам полковника Севастьянова, 303 школы не приняты комиссиями по причине несоблюдения правил безопасности дорожного движения. Отдельно Севастьянов остановился на состоянии автопарка школ. Очень многие школы возят своих учеников на занятия, вот то, что касается отдаленных районов. Но и в Уфе, кстати, тоже такое есть. Так вот, из 83 школьных автобусов в городе Уфе 13 находятся в неисправном состоянии. То есть 15% этих автобусов находятся в неисправном состоянии. Ну, в общем, вот такую вопиющую, но честную картину нарисовал нам полковник Севастьянов. Выслушав весь этот ужас и никак не дав оценку господину Булушеву, кстати говоря, Назаров заявил, что если в муниципалитете есть неисправный школьный автобус или какой-либо автотранспорт, на котором перемещают детей, то глава муниципалитета просто обязана отдать школе свой собственный автотранспорт, свой автомобиль. Ну, собственно, резонно, да? Как-то уж очень резко и популистко это все звучит, но, тем не менее, вполне себе резонно. Если вот в Уфе есть 13 неисправных автобусов, то пускай мэрия отдаст 13 своих автомобилей, у них там, кстати говоря, и автобусы имеются служебные, пускай на них ездят дети, например, из Кузнецовского затона, а мэр Мавлеев будет гонять зимой на привычном ему электросамокате, на велике, а все остальные будут ходить пешком. Не знаю, насколько все это воплотится в жизнь, не знаю, насколько вот подобные манеры ведения оперативок даст результат, но вот вчера это выглядело как-то немножко поживее, поконкретнее, порезче, безусловно. Вопросы были конкретные, адресаты были конкретные, ответственные изначались тоже конкретные. Посмотрим, насколько эта конкретика выльется в такие более реальные результаты, чем у Ради Фаридыча, который в основном там машет руками, грозит кулаками и грозит, кстати говоря, поувольнять сразу по два министра одновременно из одной школы в Старом Сибае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин